Спонсор новостей магазин крепежа и инструмента «Мастерок» на декабристов 40. Цены на квартиры больше падать не будут. Рынок ипотеки ожил. Застройщики ждут покупателей. Дождутся ли? Продам памятники недорого. Мэрия планирует передать в частные руки исторический квартал Красноярска. Почем нынче культурное наследие? Сборная России по футболу умудрилась забить сразу семь мячей в матче с Лихтенштейном. Что это? Начало возрождения русского футбола или пока рано радоваться? Так, мы начинаем. На Октябрьском мосту в сторону правого берега сегодня весь день огромная пробка. Затор начинается с самого выезда с авиаторов и продолжается практически до конца переправы. Всему виной дорожные работы. Спецтехника заняла сразу две полосы, что обострило дорожную обстановку. Напомню, рабочие полностью меняют асфальт на мосту. В сторону левого берега им удалось закончить работы до конца сезона отпусков. А на другом направлении будут перекладывать дорожное покрытие до конца недели. Так что затруднения в движении здесь еще сохранятся. Строители отремонтируют виадук на авиаторов до конца сентября. Это уже второй ремонт нового путепровода за это лето. Его подрядчик, новосибирская компания Сибмост, сдала объект в декабре прошлого года. Однако не прошло и года из гарантированных пяти, как пешеходы и автолюбители, заметили разрушение, разбитые швы и трещины. В августе строители залатали дыры. Причиной их появления назвали слабую ливневку. Но уже в сентябре активисты заметили новые огрехи. Теперь новосибирцы обещают отремонтировать путепровод за две недели согласно гарантийным обязательствам. Этой ситуацией уже заинтересовали следователи. Проверку проведут до 14 сентября. Отмечу, накануне Сибмост уже обещали оштрафовать за затягивание сроков сдачи развязки на второй Брянской. Под Красноярском может появиться военный городок для зенитно-ракетного полка. Строительство нового объекта запланировано в районе деревни Бодолык. Для этой цели Красноярск собирается передать Министерству обороны 70 гектаров земли, принадлежащей сейчас городу. Еще 10 гектаров будет отведено под строительство в Емельяновском районе. С сегодняшнего дня в городе начнутся слушания, посвященные этому вопросу. Чтобы выделить запланированную территорию под военный городок, придется вносить изменения в городской генплан. Сейчас территория будущей ракетной части относится к рекреационной зоне, и для передачи вооруженным силам нужно будет изменить ее статус. Строительство военного городка планируют начать уже в следующем году. Мы говорим о размещении полка. Полк состоит из солдат-солдата, жен, детей. Поэтому речь идет о военном городке со всей инфраструктурой, это детские садики, школы. Появится городская магистраль новая, новые магистрали нужны городу. Но, естественно, 70 гектаров это не только магистраль. Мы надеемся, что там появится и жила, и общественная деловая застройка. Мэрия планирует отдать землю военным не просто так. Взамен город просит участок на улице Малиновского, который сейчас принадлежит вооруженным силам. Но предварительное согласие командования военного округа уже получено. Если сделка состоится на Малиновского, планируют построить жилой микрорайон. В ближайшее время будет разработан проект его планировки. На территории будущего массива будет проложено несколько ключевых для города магистралей, которые соединят мост Трисемерки, улицы Истынскую, Водопьянова, Урванцева, Алексеева и Шахтеров. Кроме того, в новом районе можно будет использовать несколько невостребованных зданий, в том числе заброшенный детский сад. Там и школа, там и несколько детских садов. Там у нас есть многострадальный детский сад на улице Малиновского, который мы сегодня не можем эксплуатировать как детский сад, потому что не хватает прилегающей территории. Вот если нам прилегающую территорию военные отдадут, то, возможно, мы таким способом еще и детский сад, больше чем на 200 мест, сможем в том числе и ввести, наконец, в эксплуатацию. Не меньше из семи исторических зданий Красноярска отреставрируют и переоборудуют под культурные и развлекательные заведения. Ремонт и модернизация должны закончиться до начала универсиады. Архитектурные памятники будут проданы частникам. Одно из условий — сохранить культурно-исторический облик. Сколько будет стоить квадратный метр в таком доме и с чем придется столкнуться рабочим при ремонте исторического квартала, в сюжете далее. Есть повод рассмотреть эти вопросы более детально на заседании Совета директоров. Членам публичного акционерного общества «Исторический квартал» предстоит решить немало вопросов, связанных с одноименным проектом. Отреставрировать и переоборудовать по меньшей мере семь исторических зданий за три года — задача непростая. Ведь все работы проведут на деньги инвесторов, которых еще только предстоит найти. Считаю, что реализация этого проекта придаст новый импульс развитию центра города, придаст дополнительную привлекательность для горожан центра города Красноярска и создаст удобное и комфортное пространство, которое будет использоваться всеми горожанами. Отреставрировать планируют здания на улицах Горького, Баграда и Декабристов. Также проект затронет и благоустройство набережной. Чтобы начать ремонт в памятниках архитектуры, из них еще несколько лет назад переселили 61 семью. С тех пор площади находятся под охраной, но местные жители на месте видят совсем другое. Памятник никто не охраняет, никто никогда не приходит. Бродяги собираются, приносят и выпивку, и окурки, и все. А мы живем рядом, и у нас газгольдерная рядом, ведь может взорваться, и мы взлетим. Речь идет о доме номер 106 на Баграда. Рядом находятся и другие памятники архитектуры. Что именно будет внутри после реставрации, пока не ясно. Но это точно будут не офисные помещения и не жилые. Для каждого здания планируется подготовить 3 или 4 концепции того, что именно будет располагаться внутри. Ну, например, музей «Сувенирская лавка» или по-настоящему «Сибирская с колоритом кафе». Но есть одно здание, которое сейчас готово отдать только под гостиницу. Это Баграда 106. Раньше здесь располагался казенный дом. И внутреннее убранство просто идеально подходит для гостиничного комплекса. Но даже если планировка и устроит нового владельца, то немало сюрпризов ждет его не только на заднем дворе, но прежде всего в подвале. Железная центральная балка треснула. Ее подпирает только бревно в соседней комнате и проблемы с потолком. Местные жители говорят, в подвал во время каждого дождя бегут целые ручьи. В помещении чувствуется сырость, все выглядит ненадежно. Но здание – это памятник архитектуры, и его нужно восстановить. И у нас есть фирмы, которые на это способны. Главное – найти инвестора. Если мы сделаем правильную концепцию, то это место должно стать настолько интересным, настолько топовым и настолько привлекательным для людей, то делать там офис будет экономически не очень целесообразно. Там, где есть поток людей, там, где гуляют люди, гуляют мамочки с детьми. Совершенно очевидно, что интересно делать какие-то кафешки, ресторанчики, аптеку, какой-то магазинчик, гостиницу, возможно. Первые торги, где будут выставлены здания, должны пройти уже через два месяца. Стоимость объектов – от 2 до 18 миллионов рублей. Один квадратный метр таких помещений обойдется в среднем в 140 тысяч рублей. Но вместе со зданиями продается и земля в центре города. Возможно, это положительно скажется на поиски инвесторов. Димит Лавушев, Олег Голубин, Афонтова. Новости. Мы продолжаем выпуск. Красноярским ученикам покажут безопасный путь в школу. В этом году все учреждения образования разработают так называемые паспорта безопасности. Это будет карта местности вокруг школы, с нанесенной на нее информацию о светофорах, пешеходных переходах, ямах и неровностях. Это та информация, которая позволит детям и их родителям добраться до школы или садика, соблюдая правила дорожного движения. Кроме того, учителя и воспитатели будут следить за тем, чтобы дети до 12 лет не уходили из школы без сопровождения взрослых, если их родители пообещают ежедневно забирать своего ребенка. История со сбитым недавно велосипедистом получила неожиданное продолжение. Предполагаемый виновник ДТП, водитель Мерседеса, обратился в полицию. Он заявил, что его преследуют и выслеживают во дворе дома. Также поводом для обращения стала запись одного из велосипедистов в интернете. Вот цитата. «Разыскивается серебристый Мерседес-компрессор. После ДТП водитель иномарки выскочил и начал избивать пострадавшего, вместо того, чтобы поинтересоваться состоянием его здоровья и при необходимости оказать ему первую помощь. Короче, нужно найти, где эта корыта паркуется. Кто увидит у себя во дворе, пишите в личку». Конец цитаты. По всей видимости, последняя фраза и стала поводом для обращения в полицию. Однако автор записи уже успел пообщаться с правоохранительными органами. И, по всей видимости, в его действиях не обнаружено нарушение закона. Более того, обвиняемый сам готов написать встречное заявление о клевете, так как никакой расправы не планировал. «Я не поддерживаю такие методы в том плане, что человек, велосипедист пострадавший, написал уже заявление на побои. И как бы сейчас обижать вот этого водителя Мерседеса, это было бы, скажем так, чревато для хода этого дела. То есть человек может остаться без компенсации по суду, потому что ему скажут, какая вам компенсация, если вы сами там напрягаете человека». Строители, восстанавливающие Хакасию, бастуют. Такую новость жители поселка Шираном сообщают. Работники перегородили дорогу, ведущую на стройку, с требованием выплатить им деньги за проделанную работу. На участке трудится несколько организаций, а на протест вышли сотрудники фирмы «Сипстройформат». Телезрители прислали нам вот эту видеозапись. «Должна фирма ЧОС, Черногорский отдел строй, за проделанную работу, то есть заливка фундамента бетона, вкладка Сибита и стяжка полок. Получается, у нас была бригада, самозначально это почти 150 человек. То есть из них им выдали по 15 тысяч, которые отработали три месяца, они просто на дорогу уехали. Сейчас они не знают, как деньги получить, получается, от фирмы. Очевидцы утверждают, что вскоре после начала протеста на место приехали сотрудники полиции и потребовали собравшихся разойтись. Забастовка началась накануне вечером и продлилась совсем недолго. Сегодня местные жители приехали на стройку, чтобы узнать, все ли проблемы удалось разрешить. Рабочие сказали, что им деньги перевели, но жители сомневаются в этом. Они считают, что на строителей давят. Нам показалось, что на них надавили. И есть основания это предполагать, потому что вчера сотрудники стройки вызывали абаканский телес, который приехал сюда, для того, чтобы снять репортаж, вот непосредственно саму забастовку. И те люди, которые вызывали телеканал, они потом просто скрылись. Подключали телефон, и некоторые просто сказали, что мы не звонили, знать вас не знаем. И еще в таком духе. Когда мы приехали непосредственно на место события, водители попрятались буквально с машины, и никто ничего комментировать не хотел. Идем дальше. В Крае выросла средняя зарплата, но покупать жители стали меньше. О парадоксах экономики и статистики, и о других интересных темах в коротком обзоре прямо сейчас. Среднемесячная зарплата в Крае выросла за этот год на 5%. Сейчас она составляет 35 103 рубля. Но из-за инфляции ее реальная покупательная способность упала более чем на 7%. К таким выводам пришли статистики, посчитав цены, инфляцию и доходы граждан. Также почти на 2% снизился и реальный размер пенсий. Пользователи соцсети объявили новый флешмоб и заполонили интернет-фотографиями бабушек, торгующих зеленью. Присоединиться к новому сетевому движению легко. Нужно купить на улице дачные овощи, оставить сдачу, сфотографировать продавца и выложить ее в сеть. Найти пенсионеров, торгующих овощами с огорода, сейчас совсем нетрудно. Как правило, они с самого утра сидят у оживленных остановок во всех районах города. Время покупать квартиры. Эксперты констатируют оживление на красноярском рынке недвижимости. Падение цен на жилье прекратилось, а вот количество сделок стало заметно увеличиваться. Что ожидает покупателей и продавцов квартир, смотрите в сюжете далее. Ну, вот такие вот там планировочки есть. То есть наша баковая получается вот эта вот. Уже этой зимой Михаил станет счастливым обладателем однокомнатной квартиры. Говорит, что с покупкой недвижимости ему повезло. Однокомнатная новостройка площадью 43 метра обошлась ему в миллион 750 тысяч. Это очень хорошая цена на сегодняшний день. Сейчас, я думаю, покупать самое реальное время для физических лиц, для тех, кто покупает жилье не для инвестиций, для сдачи в аренду, а для себя, чтобы жить. Потому что цена упала, ну, реально, процентов на 20. Я когда смотрел себе квартиру, отслеживал постоянно на одном из сайтов колебания цены. И реально квартира, которая там стоила 70-80 за квадрат, стала стоить 60. А в новостройках, если поискать получше, можно найти 40 тысяч рублей квадрат. Рынок покупателя, а не продавца. Так сейчас характеризуют ситуацию в продажах жилья эксперты рынка недвижимости. При этом в один голос констатируют, падение цен прекратилось. Количество сделок уже в сентябре, по сравнению с летом, начинает набирать обороты. Особенно активизировались желающие взять квартиру в ипотеку. В июле мы уже активно начали выдачу ипотечных займов. И на сегодняшний день, сентябрь месяц, у нас, ну, обещает быть очень оживленным в плане выдачи. Эффективность поданных, так скажем, заявок на ипотеку, оно продвижается почти что к 100%. То есть, если раньше получали решение и уходили на подумать, и где-то долго-долго клиент ходил, бродил, и что-то выбирал, то сегодня из 10 заявок 9, 8, 9 они выходят на сделку в ближайший месяц-полтора. Самым большим спросом сейчас пользуется ипотека с господдержкой поставки 11-90-х годовых для приобретения жилья на первичном рынке. Правда, эксперты считают, что эта мера всего лишь не дала окончательно просесть рынку первичного жилья. Специалисты сходятся во мнении, что рынок, если и вернется к прежним показателям, то очень не скоро. Продавцам квартир все же придется смириться с тем, что по прошлогодним ценам продать жилье не удастся. Торг будет неизбежен. Позитивное движение, да, есть увеличение активности населения за счет того, что и процентные ставки по кредитам все-таки снижаются, да, какие-то дополнительные программы появляются, и, наверное, у кого-то и нервы сдают в ожидании какого-то дна, да. Специалисты считают, что для инвестиций в недвижимость время сейчас не слишком удачное. А вот для улучшения жилищных условий самый подходящий момент. А для людей, которые приобретают жилье для себя, для своей жизни, для своей семьи, для них абсолютно нет разницы, когда выходить на этот рынок. Потому что, как я уже сказал, для того, чтобы что-то купить, им нужно сначала что-то продать. Поэтому, что на низком рынке они продадут дешево свою и купят дешево другую квартиру, что на высоком рынке они дорого продадут, но, соответственно, дорого и купят. Основной вывод экспертов. Рынок недвижимости уже достиг своего дна и бояться манипуляций с жильем сейчас точно не следует. Алина Мельчакова, Алексей Егоров, Афонтова новости. Что вы там курите? Вы придите в себя, коллеги. В 21 веке... Конфликт депутатов и мэрии. Почему чиновники готовятся к войне? Расскажем сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Магазин «Мастерок» предлагает все для ремонта и строительства. Широкий выбор профессионального крепежа. Большой ассортимент отделочных материалов, инструмента, лестниц и стремянок. Только качественная продукция от ведущих производителей. «Мастерок» на декабристов 40. И снова новость от компании «Тач». Открытие нового магазина «Штор». Невероятно! 650 квадратных метров, около 6000 видов тканей. Скидка на пошив, что? 50%. Салон «Штор» «Тач». Еще больше выбора по доступным ценам. Долгожданный «Безремит» в Центральном парке. 7 сентября «Безлимитные абонементы» и все включено в открытой продаже. Успевай и лови позитив в Центральном парке. Открылся новый склад «Магазин «Бытовая техника» от «Видео 2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13, строение 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Это «Фонтовая новость» и мы продолжаем. Пивной магазин пососедствовал с детской площадкой и школой. Жители переулка Медицинский жалуются на пивомаркет, который вот-вот должен открыться в их дворе. На одном крыльце с точкой продажи пенного напитка школа английского языка, а прямо напротив музыкальная школа и детская площадка. Люди готовы писать жалобы в управляющую компанию и администрацию Свердловского района. Но больше всего жителей дома на Медицинском возмущают, что это не единственная точка с разливным напитком здесь в шаговой доступности. Лично, как мама, сама я являюсь мамой, для меня шоком, что возле школы, двух школ, находятся три только пивточки разливного пива. То есть одна находится буквально по диагонали от школы и еще две находятся в одном же здании, сразу же в одном же здании, рядом с детскими площадками, с учебными заведениями. Я считаю, это вообще низко, аморально. И мы идем дальше. На ремонт семи аварийных домов. В Красноярске в этом году выделят более 70 миллионов рублей. Финансирование пойдет из резервного фонда городского бюджета. Сейчас уже завершены аварийно-восстановительные работы в доме по адресу Ульяновский, 24А. Там подрядчики укрепили фундаменты, лестничные клетки. Выполнено устройство бетонных полов в подвале и ремонт межпанальных швов. Техническое состояние этих домов признано аварийным комиссией ГОИЧС. Многим из них почти 100 лет. На время реконструкции всех жильцов расселили в маневренный фонд. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, это менее затратно, если бы жильцам давали квартиры в новостройках. Чтобы построить дом, чтобы расселить, затраты очень большие. И на сегодняшний день, допустим, я знаю, что в этом доме здесь часть во время ремонта предлагается нахождение людей в маневренном фонде на период ремонта. Поэтому мы исходим из целесообразности. Цеха бывшего красноярского завода телевизоров, выставленная на продажу, почти за 2 миллиарда рублей. Недвижимость продают из-за банкротства собственника Санкт-Петербургского ООО «Коммерцстрой». Все объекты бывшего завода находятся на улице Телевизорная 1 и выставлены на аукционе одним лотом. Площадь всех помещений больше 22 тысяч квадратных метров. Победитель торгов также получит право аренды земельных участков, которыми владеет государство. Общая площадь у почти 4,5 гектара. Торги назначены на 19 октября. Блокпосты в виде шлагбаумов устанавливают красноярские чиновники. Так, сотрудники мэрии готовятся к войне. Первая преграда для автомобилистов появилась возле департамента городского хозяйства. Там уверяют, если шлагбаума не будет, то стихийно припаркованные авто помешают эвакуировать сотрудников в случае военных действий. В теме разбиралась Виктория Столярова. Виктория Столярова в условиях действия проекта платных парковок в центре. Отдали часть городской земли частнику. Выстроили финансовую схему, при которой 10% сборов только идет в бюджет города, 90% идет частнику. Создали всем сложности в центральной части города. Просто ее парализовали. Трафик автомобилей не улучшили, не увеличили. И пишем письмо, что мы готовимся к войне. Вы придите в себя, коллеги. В 21 веке, если кому-то надо встряхнуться, но горсовет умеет встряхивать людей. И действительно, одним только своим комментарием на ответное письмо из ведомства Волков встряхнул все красноярское интернет-сообщество. Уже несколько дней это обсуждают и чиновники, и общественность. Сам же руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков уверяет, составители этой бумаги погорячились. Ни о каких мобилизационных мероприятиях и речи не шло. У нас там есть служба, которая выезжает по быстрому реагированию. Если поступает сигнал, у меня находится там на Парижской ООН-25. И группа 2-0-5, которая выезжает быстро, должна выехать, среагировать. Если будет машинами все заставлено, соответственно, оперативность будет уменьшаться. То есть никакие военные цели тут ни при чем? Нет. Такие шлагбаумы преграждают путь к нескольким ведомствам администрации города. Например, вот этот стоит возле департамента муниципального имущества земельных отношений. Но если огороженная площадка на Парижской коммуне 25 нужна для того, чтобы там размещалась пожарная техника, именно так сказано в письме департамента горхозяйства, то здесь, видимо, паркуются только сотрудники этого ведомства. Виктория Столярова, Михаил Масленников и Дмитрий Яковлев. Афонтова. Новости. Сборная России по футболу разгромила Лихтенштейн со счетом 7-0. Встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Четыре мяча на счету форварда Артема Дзюбы также отличились Александр Кокорин, Федор Смолов и Алан Загоев. Таким образом, российская сборная повторила рекорд 20-летней давности. 7 июня 1995 года команда Олега Романцева с тем же счетом 7-0 в гостях обыграла, но уже Сан-Марина. Сейчас на счету нашей сборной 14 очков и второе место в группе. Многие сейчас называют игру нашей команды ренессансом русского футбола, но поживем и видим. А Красноярский хоккейный клуб «Сокол» сегодня поражением открыл новый сезон высшей хоккейной лиги. На выезде в Ангарске наши по булитам проиграли принципиальному сопернику Ермаку. До этого в 12 встречах с иркутянами «Соколу» победить удавалось лишь раз, и статистику переломить не удалось. Отмечу, в этом году Красноярский хоккейный клуб существенно усилился игроками. Эксперты полагают, что команде по силам войти в восьмерку лучших. Прошлый сезон «Сокол» закончил на 22-м месте. Команда сейчас проводит выездную серию, первый домашний матч 24 сентября в арене «Север». Завтра, 10 сентября, в Красноярске пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 8. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба будет слабо расти. Уютные апарт-отели, увлекательные экскурсии, индивидуальный отдых и личный гид. Скидка 25% на первую поездку. Созвездие путешествий «Орион» знает о семейном отдыхе все. Центр объявлений напоминает. Объявление в еженедельник «Шанс» можно подать на пунктах приема рядом с домом. Для жителей Октябрьского и Железнодорожного районов. Магазин «Орбита» и Петровский пассаж на свободном. Подробности на сайте центробъявлений.рф. Возрастная категория 16+. Мы не научим вас жить, но научим зарабатывать деньги. Пройдите обучение в школе рекламных менеджеров «Юнит-Медиа». Станьте лучшим и получите работу в медиахолдинге «Юнит-Медиа». Наша школа. Ваше резюме. 261 90 90. 261 90 90. Прием заявок с 25 августа по 25 сентября. Я великий Гай Юлий Цезарь. Я крыльями орла охватил всю землю, кроме от и теревушки. Великий, хватит озвучивать драку. У всех сенаторов уже вложены деньги под загородные дачи. Я должен покончить с этими галами. Растоптать, закопать, выкопать, лишить пенсии, съесть их живьем. Вы же взрослый человек. Вам не надоело? У меня есть идея, но она вам не понравится. За Рим. Наваляем римлянам по самые галы. Эй, это моя идея! Потап! Нет, враг не пройдет! Нашелся тут, Генда. Эти галы просто бешеные. Это я вам как о фроримлянин говорю. Дикие, просто шизак. Остырись. Земля богов. Субботу в 14.00. На Афонтово. Ня, тебе даже свои не дают. Меня зовут Мелинда Гордон. Недавно я вышла замуж. Переехала в маленький городок и открыла антикварный магазин. Я такая же, как вы. За исключением одного. С детства я могу говорить с умершими. Не бойся, детка. С блуждающими душами, как называла их моя бабушка. С теми, кто еще не перешел в мир света. Они просят меня помощи. Рассказывая о себе, я не могу не рассказать о них. Говорящие с призраками. Каждую субботу в 21.30 на Афонтово. Я майор ФСБ Алексей Смолин. Личный номер 40.021. Пусть вечный город станет вечно мертвым. Через час твой бывший муж должен быть в цирке. Надеюсь, все понятно. Ты куда? За ним. В цирке две тысячи человек. Половина детей. Это час твоей славы, журналистка. Заложники живы. Страна в умилении. Гибисты в дерьме. Личный номер. В пятницу после полуночи на Афонтово. Поздравляю. Полный зал. Ошибешься хоть в одной ноте, умрешь. Вернись на сцену. Ты поражаешь меня своей заурядностью. У всех есть своя цена. Итак, правила. Я вижу и слышу все, что ты делаешь. Позовешь помощь, я услышу. Уйдешь со сцены, я увижу. Заявится полицейский или охрана, я узнаю. Я хочу, чтобы ты сыграл самый безукоризненный концерт в своей жизни. Сыграешь не ту ноту, больше будешь мне не нужен, и я тебя убью. Торжественный финал. В четверг в 21.30 на Афонтово. Продолжить обучение уже в учреждениях профессионального обучения, выбрать для себя профессию, трудоустроиться. Лепнина, люстры, отдельные элементы интерьера, они были воссозданы, отдельно были реставрированы. И внутренним устройством школы, и содержанием материально-техническим обеспечением. Очень довольны и дети, и довольны учителя. Законы для каждого из нас. Новые возможности, равные права. Все, о чем важно и нужно знать любому жителю края. От Норильска до Минусинска. Смотрите каждую неделю в программе «Законодательная власть».